Большалом, дорогие друзья, всем огромный привет с кассы Джундаль, которая находится на Ибице. Водка Веда за ваше здоровье. Ситуация следующая. Сёма такой бодрый еврейский пацанчик заходит в аптеку. Заходит в аптеку, так немножко волнуется. Там такой интеллигентный аптекарь говорит, вы знаете, говорит, у меня сегодня очень важный день, меня моя девушка пригласила на такое свидание первое, серьезное, и знакомство с родителями. И вот я очень сильно надеюсь, что, может быть, там что-то мне как бы перепадет. Вот не знаю, хотел бы купить очень качественный презерватив. Можете, вот прям такой, знаете, вот там, может быть, сузь, ну вот не знаю, какое-то приспособление, чтобы хорошо все прошло. Аптека говорит, вообще не вопрос, так раз выкладывает ему, говорит, спасибо. Но вы знаете, у него вот такая семья, у него очень симпатичная сестра, вот я думаю, я не знаю, как у них принято. Давайте, может быть, мне еще один на всякий случай. Он говорит, все, не вопрос, а второй ему кладет. Он говорит, вот я не знаю, родители вроде говорили, потом они уйдут в театр и оставят нас одних. Ну не знаю, у него мама красавица вообще, говорит, караул, просто красавица. Мама, дайте мне еще третий на всякий случай. Он говорит, ну, пожалуйста, все. Парень расплатился, значит, вечер, званный ужин, он заходит. А он такой гуляка парень, знаешь, там анекдоты рассказывает, ну типа меня. Вот, и, значит, и вдруг сидит мама, сестра, папа, значит, сама эта девушка его, и он за весь вечер ни одного слова вообще. То есть он сидит, смотрит тарелку. Вот, ну и так вот, как-то очень вечер напряженно прошел, они поужинали, и все. И он уходит, такой, попрощался, уходит, за ним выбегает его девушка, говорит, Сема, я не понимаю, что с тобой случилось. Ты же такой у меня яркий парень, ты всегда душа компания, ты всегда рассказываешь анекдоты. Говорит, ну как ты, что с тобой случилось? Он говорит, блядь, ну я же не знал, что у тебя папа аптекарь, говорит.